всем привет с вами на ревар ну что продолжаем обучаться как захватывать дуплексность я снова в банде снова в опер группе на 50 человек в топовой опер группе и 150 мира и сегодня в данном видосе мы будем я думаю по заглобе вы уже поняли разбирать базу гармонии это одна из новых баз одна из баз двумя колбами сегодня в этом видосе мы будем разбирать как забирать именно эту базу атаки ну просто реально профессионально вот вот прямо честно честно без шуток но атаки реально очень крутые вы сейчас увидите первой атакой забрались две ракетные установки которые бы стреляли очень больно по левой колбина которая бы защищали именно левую колбу убрались две ракетницы две ручки и дальше здесь видите базуками снялся весь низ и сейчас снимаются эти пушки снайперки там получается огнемет что там был вот это все снимается то чтобы мешало следующим атакам и для первой атаки ну если честно очень неплохо плюс забрались верхние мины которые бы тоже мешали пройти базуком именно к щитам это была первая атака так переходим ко второй атаке смотрим что будет во второй атаке чем будут продолжать чем будут удивлять именно второй атаке снова ever spark когда я рассказывал в прошлом своем видосе по поводу материнской платы я говорил что ever spark просто самый незаменимый герой и это продолжает тоже не меняется вообще ничего не меняется на дуплексности ever spark все равно так и остается самым крутым самым нужным героем смотрите две ракетницы было снято с первой атаки сейчас сняли 4 ракетные установки 4 карл 4 ракетные установки сняли еще плюс за вторую атаку при том очень грамотно сима шоколи шоколи ракетные установки ну то есть получилось не дали именно кое-как убить защитным сооружением ever spark и соответственно снесли просто максимум то что надо было сделать дальше здесь немножечко подбираются последние пушки набивается минимальный заряд для того чтобы снести вот эти микроволновки которые не будут давать возможности пройти наверх базуком плюс следующий атакой забирать эту колбу ну то есть это пришлось бы дополнительные шоке разбрасывать а соответственно сейчас там не особо много заряда канонерки потратили но снесли практически две микроволновки одну полосе снесли одну чуть-чуть не добили но там осталось просто минимальное количество хп для того чтобы ее просто тупо снести с канонерки и соответственно этой атакой сейчас вы увидите вот да доносит эту последнюю микроволновку и пойдут на самый верх сносить щиты кто смотрел мой прошлый стрим именно по дуплексности видели как я булита заводил с помощью того что он летает именно с помощью его 3 способности на самый верх но тогда мой булит снес только два щита и я говорил что блин это хороший показатель два щита из четырех это очень неплохо но сейчас вы увидите как с помощью одной атаки снести четыре щита об дым дым перебросил дым для того чтобы не базуки не расходились а все вместе снова два шока и и все минус четыре щита за одну атаку минус четыре щита ну просто круто и кто скажет что это не профессиональные атаки это действительно реально качественные профессиональные атаки не зря они начали дуплексность брать просто тупо на постоянку потому что научились наловчились набили руку надрачились я даже не знаю как это еще сказать но действительно каждый раз получается у них действительно очень хорошие качественные атаки но не всегда не всегда маленький спойлер к концу видоса. Так, это идет всего лишь какая? Это всего лишь, всего лишь, всего лишь четвертая атака, четвертая атака на самых сложных базах и уже забирают левую колбу. Смотрите, очень четкие 4 шока, плюс еще дополнительно тут шок критеры и да, он забирает за одну, всего лишь за одну атаку, последнюю четвертую колбу. Тут еще пытается куда-то отойти, пытается что-то сделать, но уже просто тупо не остается заряда канонерки. Там он снизу еще что-то минки сносит. Сейчас мы увидим для следующих, последующих атак, как будет происходить процесс зачистки. Получается идет теперь последняя пятая, ну то есть предположительно последняя пятая атака на правую колбу, на вторую колбу, которую тоже надо закрыть. И здесь уже возможно, если бы чуть-чуть больше подвезло, возможно это было бы просто тупо последняя атака на эту базу. И это было бы всего лишь пятая атака, чтобы закрыть эту базу. Вот просто чуть, просто минимально не хватило. Там осталось всего лишь 400-500 тысяч хп у колбы, но это буквально один-полтора залпа базук на максимальном набусте, чтобы забрать эту базу. То есть пятой атакой можно было забрать гармонию, если бы не одно но. Просто вмешался случай, просто вмешался огромнейший случай и пошли сливы. Вот просто вы увидите сейчас, как группа на 50 человек может тоже косячить. Все мы люди, все мы можем ошибаться, все мы можем делать какую-то дичь, какую-то дрянь и все мы можем терять базук просто за доли секунды. Просто за доли секунды терять всех абсолютно базук. Вы помните мой видос на материнское платье, когда я тоже за доли секунды потерял всех абсолютно базук? Здесь точно так же. Это получается шестая атака и первый слив на гармонии. Но, сразу спойлерчик, далеко не последний. Так, идет сейчас седьмая атака на гармонию, точно так же туда. Я еще раз напомню, вдруг кто не знает, кто возможно прослушал, 400-500 тысяч оставалось всего лишь у этой колбы. Даже чуточку меньше. И, соответственно, снова слив. Снова минус все базуки за счет того, что там стоит одна дурацкая микроволновка, которая не дает возможность пройти как-то базуками. То есть, там надо очень четко все делать. Надо очень четко бросать шок, потом очень четко еще один шок перебрасывать, пока дым не рассеялся. И аккуратно разбрасывать шоки на ракетные установки, на другие ракетные установки, чтобы они не покосили базу. Смотрите, здесь, кажется, бросил, но... Снова. Это третий фейл. Третий, Карл. Фейл. Фейл. Уже давно должна была закрыться. Она должна была закрыться с пятой атаки, если бы чуть-чуть больше повезло. Но это уже третий идет фейл. И, как видите, он еще далеко даже не последний. Так, переходим к следующей. К четвертой атаке на правую колбу, хотя она должна была уже давным-давно закрыться. Здесь уже, да, здесь уже немножко нечестно. Появился вечер, появился пятница вечер и появился именно возможность бросать с помощью удаленного взлома. И они удаленным взломом зашокали все-таки эту гармонию и зашокали. Но... Даже с удаленным взломом, даже за счет того, что они снесли эту микроволновку, не получилось забрать гармонию за пятую атаку. То есть за пятую атаку на эту базу. Шестая атака. Вы понимаете, что это снова не конец. Это снова не конец. Здесь уже, я так понял, решили вообще не рисковать, потому что поняли, что ну просто тьмища атака уходит на эту базу и решили почистить. Почистить, когда база просто голенькая, когда уже нету нищетов. Одна колба уже сдохла, уже взорвалась. Осталось 400 тысяч кп, даже уже меньше, чем 400 тысяч кп у правой колбы и решили зачистить в группе. Вот что делается с людьми, когда они реально просто тупо взрываются по кону, когда просто тупо не получается, когда люди, которые изо дня в день делают просто офигительно красивые атаки, просто тупо косячат, когда вот чуточку, чуточку не идет что-то. Идет не по плану, идет как-то криво, косо и не так. Но, ну ладно уже, ладно, 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 забирай. Да, забирает наконец-то гармонию. И, соответственно, если бы все пошло с первого раза хорошо, если бы все с первого раза пошло отлично, эту базу вот про-про-группа могла забрать за 5 атак, но максимум за 6. То есть гармонию, если вы будете все делать правильно, если вы будете четко делать, как делает вот банда, то вы можете гармонию забирать за 5, за 6 атак. И это действительно будет круто, когда у базы 4 щита, 2 колбы и куча, просто куча защитных сооружений. Вот, собственно, такой видос у меня получился. Если он вам понравился, если вы ждете следующих видосов по следующим базам, по дуплексности, то пишите об этом в комменты, ставьте лайкосики, конечно же, подписывайтесь на канал. Ну а с вами был Андрей Вар, как всегда. Всем пока!